Смотрите, есть версия, что европейские лидеры не поддержали решение Трампа по Иерусалиму, потому что боятся, что в их городах начнутся протесты мусульманского населения, в том числе турецкой диаспоры. Вот как вы оцениваете эту версию? Насколько эти страхи оправданы? Правильно, оправданы эти версии. Надо учитывать, что во всех больших городах Турции прошли такие же акции, почему-то не показали, хотя вы, может быть, считаете Турцию не европейской страной, но... Мы размышляем еще об этом. Ну да, пока размышляете, во всех турецких городах, не такие, как и умеренные, а намного жестче прошли акции протеста против такого решения. Я тут хочу успокоить туркофобных экспертов армянской и сирийской национальности, которые немножко уменьшали роль Турции. Успокойтесь, успокойтесь. Когда я говорю, молчите. Уважаемый, когда я говорю, молчите. Тихо, 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 спокойно. Вот, 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 садись. У вас проблемы? Хочешь проблем? Когда я говорю, молчите. Давайте соблюдать спокойствие, коллеги. За языком слези. Коллеги, уважайте друг друга. Слушай, ты же интеллигентный человек. Я как-то говорю. Давай, словом, не кулаками. Словом, не кулаками. Коллеги, а к вам просьба, когда говорить, не перебивайте. Я вам все молчу, что вы на меня смотрите. Давайте, вот не будем. Вот, 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 пожалуйста. Я не прошу. Так, вот, пристаньте. Станьте, станьте, пожалуйста, ближе ко мне. Обращение к национальному языку. Так, уважаемые, вы успокойтесь. Закрыли эту тему. Закрыли эту тему. Закрыли эту тему. Я вас прошу. Я тут оскорбляю, я не могу молчать. Значит, уважаемые, мы не украинские политологи. Давайте вести себя по-европейски. Точно, точно, вы уверены? Хорошо. Надам, надам. Хорошо, я думаю.